И здание, и просто, я не знаю Вот это вот всё гнетёт больше всего то, что это, в принципе Это, конечно, плохо, то, что вы допускаете ошибку Но, ну, не прикасаться, не вот как-то не пытаться вообще с ним взаимодействовать Потому что у вас попросту, вы ничего не поймёте Говорит, ой, да у меня нету денег, ой, да у меня то, ой, да у меня это Просто это такая, и если ты ошибся, ну уж будь добр, извинись, пожалуйста, чтобы люди И поэтому, ну, вот ты даже, вот, не знаешь, ну, признавать, не признавать Это как капля в море будет И, типа, я подумаю, да кто это будет полностью смотреть, у него своих дел много Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП Вся дополнительная информация в описании Я бы хотел, если что, заранее извиниться за, возможно, длину данного видеоролика За какие-то мои запинки, за какие-то мои тавтологии За какие-то мои вот эти вот все повторения одних и тех же слов Потому что уместить все, что я тут хочу сказать Какой-то один цельный рассказ сложно А как мы уже все знаем, если мы смотрели мои старые ролики, которые были до этого Сценарии, они как бы для дебилов И пока ты их пишешь, ты можешь, там, я не знаю, 20 таких видеороликов записать И какой тогда в этом смысл? То есть ты просто теряешь время, вот, когда ты пишешь все эти сценарии Да и в чем тогда вообще суть-то? Я не понимаю, какой ты, блядь, ютубер Какой ты там вот этот вот прочий человек Если ты не можешь все сказать вот о том, что у тебя есть в голове Вот если есть что сказать, так ты и говори Зачем как-то вот себя, знаете, утолщать Вернее, как-то вот усложнять все какими-то рамками конченными Я просто не понимаю Я постараюсь рассказать все максимально кратко Максимально все без воды Потому что, ну, я не знаю Я просто, я так обосрался Что мне действительно вот, ну, стыдно Я не знаю, потому что, ну вот, обычно Когда я извиняюсь за какую-то хуйню Это либо я там, знаете, оскорбил кого-то Особо сильно не подумав Либо там, я не знаю, какой-то в новостном издании вышла какая-то хуйня И этот случай, кстати, не будет исключением Об этом немного дальше я расскажу И понимаете, в чем дело? И просто ты примерно понимаешь то, что нужно сказать И особо сильно не переживаешь Но в данном видеоролике я переживаю вот как никогда раньше Потому что, ну, я не знаю Я не ошибался уже давно А если я ошибался, то это были настолько какие-то незначительные ошибки Допустим, если там, я не знаю, ударение в слове ты неправильно поставил Разумеется, что это некрасиво, это нехорошо Но, тем не менее, типа, ну, уж ты такой человек Ну, что с тобой поделать? Ну, поставил ударение в слове неправильно Лень было там прослушать Как-то все это перезаписать, переобработать Вот это вот все сделать Ну, зачем все это надо? И поэтому, ну, ты поставил ударение в слове неправильно Люди все это услышали И такие, типа Блин, ну, ну, ты что-то вообще дурак Ну, вот как ты вообще такое все умудрился сделать? Ну, слово-то оно простишь И ты его постоянно употребляешь в своей речи И, то есть, ну, такую ошибку допустить Это просто, чел Ну, я не знаю, кто ты такой И что ты такой Но это, в самом деле, это настолько стыдно И вот тут ты вот сидишь просто и думаешь Блядь, ну, ну, что Ну, как я мог вот такое допустить? Ведь оно же вот просто было вот рядом с тобой вот где-то Ну, я не, я просто, я не понимаю Ты заходишь каждый день во все эти самповские новостные Во все вот эти вот издания И просто, ну, я не знаю Ты вот на все это смотришь Постоянно все эти новости И тебе кажется, что ты, ну, примерно понимаешь То, что там написано И особо каких-то сильных, ну, вот этих вот проблем у тебя не возникнет Ты сможешь нормально извиниться Ты сможешь нормально рассказать там всю вот эту вот новость Ты сможешь нормально все это сделать А если уж что-то пойдет не так Ты сможешь извиниться Ну, тут просто я вот Я не знаю Меня больше всего вот терзает вот совесть от того Что GTA-сам ютуберы другие Могут ошибаться сколько угодно И им это даже скажут Им будет вообще поебать Они не запишут мне какой-то вот, знаете, еще один ролик Или там запишут его только в том случае Если нужно будет заработать денег, да Когда идеи абсолютно нету Потому что, ну, они бездарные долбоебы И вот только тогда они смогут все это сделать Тут на данный видеоролик я даже, если честно, не знаю вообще Какие тайм-коды писать Потому что все это, по сути, ну, рассказ один Я с недавнего времени начал писать тайм-коды на свои видеоролики Чтобы людям было, так, знаете, интереснее смотреть Чтобы они сразу могли как-то по тайм-кодам немного перемещаться И понимать вообще, о чем речь в данном видеоролике Потому что иногда, ну, люди просто могут не понять вообще Что я хотел до них донести И вообще, ну, правильно ли я все это говорил И тут просто вот ты сидишь, думаешь Блядь, ну вот записать какой-то ролик Или, возможно, в новом Одном из своих новых видеороликов Сказать, что вот ты ошибся в том-то видеоролике В том-то видеоролике Больше я так делать не буду Постараюсь, по крайней мере, так не сделать Ведь я же человек И понимаете, вот ты каждый день выпуская видеоролики Ты, ну, просто не можешь не допускать ошибки Это просто невозможно Многие могут сказать, что у меня ошибки постоянные Я уже на ошибках, там, знаете, весь канал построил Там не точно, тут не точно Но понимаете, в чем дело? Я делаю видеоролики один И я не то чтобы плачусь Я сам выбрал такой путь И мне это очень сильно нравится Потому что, ну, я чувствую, что я более-менее совершенствуюсь Даже, возможно, в каком-то разговорном формате Даже, возможно, в каких-то прочих вещах Я совершенствуюсь И мне просто вот самому от всего этого кайфово Что я в самом деле могу рассказать людям что-то новое Как-то, возможно, там, знаете, под тем же самым видеороликом Какие-то, возможно, тайм-кодики выписать Чтобы они все это посмотрели И сказали, что вот, ну да Типа, ролик такой, ролик Типа, классный, нормальный, все нормально Вот, и даже, наверное, без воды Потому что, когда ты пишешь тайм-коды И люди примерно понимают, что они смотрят То, разумеется Но о какой воде вообще может идти речь Когда ролик идет, допустим, 6 минут И там все расписано Вот прям каждые, вот, каждые 30 секунд Или каждая минута Она расписана по тайм-кодам И в целом всегда понятно, что ты смотришь Всегда понятно, о чем рассказывает оратор Всегда понятно, что он там говорит Но этот видеоролик Я даже тут не буду как-то, вот, знаете С интонациями играть И делать прочие вещи Потому что у меня просто вот Просто накипело Я не знаю Вообще, как так получилось Почему, зачем, нахуй Я не знаю Я, в самом деле, последний раз Вот у меня так же не находилось слов Когда Андре Сукре на меня напал Или, ну, какие-то подобные ситуации были Да, потому что, ну, столько было мыслей в голове Что я даже не знал, вот, как все это уместить В один рассказ по итогу ролик Там, я не знаю, про Андре Сукре Получился на сколько На 17 минут Потом еще сам по обзор На 24, по-моему Или на 25, там, минут Я уж очень не помню И все это вот Вот так вот получилось И, типа, ну, люди все это посмотрели Сказали, вроде нормально Кто-то там, я не знаю До конца не досмотрел Кто-то там еще вот Как-то все это сделал И вот от этого меня немного Меня все это беспокоит Что люди даже до конца Иногда досмотреть ролики-то Не могут, понимая все это А уж какой процент людей Зайдет на этот видеоролик Посмотреть то, что я там Когда-то, где-то Ошибся в каком-то своем Вот, недавнем видеоролике Кто вообще зайдет Все это сделать И, я не знаю Вот это вот все гнетет Больше всего то, что Да, если ты не скажешь О том, что ты ошибся Это никто и не заметит Да, возможно, там, я не знаю В комментариях напишут Один-два человека Их там, я не знаю Лайкнут Пять людей Там еще Один-два-три-четыре-пять Человека, может быть Ответят на все эти комментарии Скажут, мол Да, этот долбоеб Реально ошибся Дизлайк, отписка Пусть в следующий раз Лучше проверяет информацию Еще и он, так знаешь В воду льет Мне он так не понравился Такой он, долбоеб Такой он, конечно, дурак Дебил И все вот это вот прочее И ты сидишь просто Думаешь, блядь Сознаваться Не сознаваться Признавать ошибку Не признавать Постоянно вот в таких раздумьях Ты постоянно рефлексируешь Думаешь, блядь Ну что сделать-то в самом деле Ну что, блядь Ну я винов, что я человек Что я могу ошибаться Да, когда я пытаюсь Там выпускать новости Каждый день Кто-то вообще ошибается Кому-то вообще плохо Кто-то даже на каком-то Большом ютубе Где ошибка может стоить Допустим, какой-нибудь Я там не знаю Травль или чего-то Наподобие того Когда ошибка может стоить Таких больших масштабов Люди даже в этом случае Могут, знаете ли Как-то не признать Свои ошибки Вот меня от этого Больше всего Ну как-то вот На душе неспокойно Я считаю, что если Возможно, я начну с себя Если я начну Признавать свои ошибки Если я расскажу людям О том, что Вот, я допустил ошибку Это нормально Это, в принципе Это, конечно, плохо То, что вы допускаете ошибку Но, будем честны Ошибается тот Кто ничего не делает Я в данном случае Не исключение Потому что я постоянно Что-то делаю И понятное дело Что когда ты постоянно Постоянно что-то делаешь Ты, ну, хоть когда-то Хоть иногда Хоть там, я не знаю Раз в 100 Раз в 200 Раз в 300 видеороликов Ты будешь ошибаться И это вполне нормально Я считаю, что к этому Люди должны относиться Вполне нормально И в данном случае Меня как раз-таки Обеспокоило то Что особо сильно Никто это не заметил Как раз-таки наоборот Меня даже очень сильно Поддержали Ролик, наверное На момент выхода Данного видеоролика Там набрал уже Я не знаю Тысячу просмотров Может быть, еще наберут Тысячу просмотров Может быть, сделают еще Вот нечто прочее Наверное, об этом Не нужно говорить Уже там, я не знаю На девятой На десятой минуте Видеоролика Тем не менее Я скажу Если вы начали смотреть Данный видеоролик Не смотрите его Пока не посмотрите Видеоролик По подсказке Справа сверху Ролик называется Что-то наподобие Сейчас скажу Самое худшее Обновление На Arizona RP И Arizona Mobile И вот Пока не посмотрите Тот видеоролик К этому видеоролику Можете даже Не прикасаться Не пытаться С ним взаимодействовать Потому что Вы ничего не поймете У вас ничего не получится И я Потому что Я просто не знаю Вы, наверное, можете знать Что я извинялся Перед Луняшей За все свои Грехи Перед Андрюхой Киевским Перед Еще, по-моему Я за что-то извинялся Точно не помню Перед Андрюхой Сукре Помню извинялся За то, что Обидел его И много за что И вот тут Я просто сидел И не знал Что мне сделать Но я все-таки Принял решение Что, ну раз уж я Все это сделал Я ж не буду Какой-то Владислав Павлов Там, знаете Лицо себе Там замазывать На вот эти вот Все реакции Когда он Ну, в общем Я это все, наверное Расскажу немного попозже Не в этом видеоролике Не в этом Потом когда-нибудь Когда он себе там Лицо замазал Когда он там Всячески от ответа Уходил Когда ему даже сейчас Говорят, типа Ну где Татуха? Ну вот что ты? Ну вот сделай Татуху Ну в самом деле Ну что с тобой не так? И он постоянно Уходит от ответа Говорит Ой, да у меня нету денег Ой, да у меня то Ой, да у меня это Просто это такая Детская шалость И он уже давно Должен был признать то Что, типа Татухи Никакой не будет никогда Типа то, что это прикол То, что это мемес То, что это рофл И ничего подобного Типа не будет Чтобы все уже успокоились Однако нет Он этого не говорит Он не хочет даже Как-то извиниться И я подумал Что своим примером Я могу показать Что извиняться Это в принципе нормально И если ты ошибся Ну уж будь добр Извинись, пожалуйста Чтобы люди все это видели И чтобы всем все было понятно И также меня беспокоит то Что когда ты выпускаешь Какой-то ролик С дезинформацией Он набирает много просмотров А когда ты выпускаешь ролик С опровержением Всей этой дезинформации Он набирает мало Вот это меня беспокоит Больше всего Потому что, ну вернее На уровне с тем Что меня беспокоило до этого И поэтому Ну вот ты даже вот Не знаешь Ну признавать Не признавать Это как капля в море будет Однако я попытаюсь Все это сделать И даже, наверное, лайки Не буду просить с дизлайками Даже, наверное, монетизацию Выключу И все прочее В чем дело? Дело все в том Что не так давно Но у меня вышел видеоролик Я о нем вам уже рассказывал И этот ролик Он выходил Типа седьмым видеороликом Когда ты делаешь Ролики на Аризон РП И отправляешь их на оплату Ты все это делаешь В воскресенье Отправляешь ролики И так получилось Что это был Мой последний видеоролик Который я должен был Опубликовать на Ютуб И отправить Стасу СК Мэйсону Я все это сделал Ролик я ему отправил Ну там все вот эти вот ролики И он был последним Я даже, если честно Не думал, что он его посмотрит Я даже не думал Что он на ролики Все эти смотрит Типа ну их же дохуя Выходит И на минут семьдесят Типа там все эти ролики Ну плюс-минус Да Все эти ролики Суммарно выходят И типа я подумал Кто это будет полностью смотреть У него своих дел много Но он мне сказал Что ролик замечательный Ролик отличный Он посмотрел его По тайм-кодам И сказал Что мол Типа ну Посмотрел как ты горишь Ну типа нормально Я ответил Ну надеюсь Что вот эти вот Все модельки О которых там была речь Добавляли Не только для того Чтобы я погорел А он типа там Что-то не ответил Никак Потом было еще Ну какие-то в общем-то Знаете Такие уже деловые переписки Деловые дела Я как бы бизнесмен Вы сами должны Все это прекрасно понимать И на следующий день Он мне пишет Типа привет Ты что думаешь Типа что Мы заменили Какие-то модельки Типа я такой Ну да А на самом деле Типа как А он мне и пишет Что это не заменка То есть Будут вот эти вот Модельки машин И обычная машина Допустим Будет и хантли И гелик То есть Их можно будет Как хантли Можно будет купить Так и То есть это не заменки Не как в Крымпе Это вот просто Новые такие Эксклюзивные машины Которые будут стоить Невъебенно как дорого И Я если честно Сидел Когда он мне все это написал Я сидел Разумеется я ошибся Разумеется я Не по своей воле Оболгал проект Который мне платит С которым я сотрудничаю И мне Прям вот Знаете Я сидел такой Блять Вот типа Как Но Опять же хочу сказать Да Разумеется я виноват И виноват Ну практически полностью Процентов может быть На 80 85 А остальные 15-20 Тут уж извините Как говорится А лайфсамп Потому что ты заходишь В лайфсамп Читаешь новость И из нее ты понимаешь Ровным счетом нихуя Заходишь в комментарии И Мнение примерно складывается Насчет каких-то Определенных вещей Описанных в данном посте И из данного поста Я пришел к выводу То что Аризоны РП Вот этими всеми машинами Заменит уже существующие машины Хотя Вроде бы как В том ролике Я даже предположил Что возможно это не так Тем не менее акцент Сделался на том Что они скорее всего Все это заменили И Когда Стас мне отписал То что На самом деле это не так Я прям Ну почувствовал что Ну Это хуёво То что я поступил Не особо правильно И мне прям стало Ну Как-то Обидно что ли Что Так получилось Я прям так Так горел Так горел Потому что мне было Настолько пиздецовки Но опять же Стало полегче мне Но не сильно Легче там не стало Эти машины Они все равно существуют И они все равно Ездят по Аризоне Пусть они не заменяют Другие машины Которые там можно было бы Заменить Допустим Инфернус Там допустим Вот эти вот все прочие машины Они не заменяют Похуй Пусть вот оно будет Вот так как оно будет Тем не менее Я все это смотрел И типа Блядь Думал Пиздец Ну ведь они поедут Вот эти вот все БМВ Вот эти вот все Прочие машины Они же поедут По городу По Сан-Андресу По Аризоне И будут там Колесить Вот эту вот Всю хуйню Вот эту вот Свою делать И все равно Это пиздецовки Когда в GTA Самп Вот внедряются Какие-то Вот эти вот машины Извне Это не особо хорошо Но хотя бы я рад Что машины Не заменяются Потому что тогда Я бы просто сидел Думал Блядь Пиздец Как же все хуево Как же все плохо А сейчас в принципе Ну Мне полегче стало Более-менее Потому что вот эти вот машины Я думал Пиздец Пиздец Я прям наверное Вот скачаю обычный GTA Самп И буду играть только через него Но это ложная тревога Опять же Я надеюсь что эти Я надеюсь Я молю Господь Бога И СК Мэйсона Пожалуйста Пусть эти машины Будут стоить Миллиарды Там вот этих вот Всех вертов Долларов Рублей Азэ монет Всего прочего И пусть их никто Не сможет купить Пожалуйста Я прошу Пусть оно так и будет Я молю Потому что если Блядь Они будут стоить Пиздец Как дешево И каждый долбоеб Сможет себе их позволить И я не знаю Как я буду играть Если честно Это пиздец С другой стороны Если эти машины И они будут только на лаунчере И они не будут заменять Другие машины То как они будут выглядеть У других игроков Типа Вот это я к сожалению Не спросил И сейчас спросить Это будет наверное Как-то вне контекста Ну поживем Увидим наверное Как все это будет Разумеется Это не профессиональная Журналистика уже идет Это идет полная хуйня Но моя задача При записи данного Видеоролика Была только Знаете ли Извиниться И не более того Поэтому я считаю Что свой какой-то долг Свою какую-то Вот это вот Я не знаю Груз С плеч Возможно Вот то что вот На плечах Был вот этот вот Весь груз Я его свалил И все Свалил я его на вас На зрителей Моего канала Играя при этом На Резон РП Со всем этим геймплеем Со всеми этими прочими вещами Я все это свалил Сказал вот Резон РП На самом деле Не меняет Не заменяет А все эти машины Все эти модельки И все вот это вот Прочее Поэтому в принципе Можете жить спокойно Аризона РП ГТА САМП Андроид Аризона Мобайл И все прочее Она вроде как В какую-то вот Эту вот МТА Не идет На данный момент Все может измениться Потом Но разумеется То что я говорил До этого По поводу того Что чуваки Которые там Разрабатывают Все эти лаунчеры Все эти клиенты Все эти прочие штуки То что они не могут Остановиться Это да Это кромешный пиздец И порой просто Вот ты Охуеваешь от того Чего они блять Придумывают Засунуть в этот самый лаунчер Там я думаю В один день зайдешь Там сковородка Какая-нибудь летающая Блять там Какие-нибудь Вот эти вот Прочие вещи Тут главное Знать меру И надеюсь Что Аризона РП ее знать будет Я опять-таки Извиняюсь За то что Неправильно понял Все это И как-то я не знаю Возможно Для вас Выставил Аризона В каком-то Хуевом свете Потому что для меня Это был прям вообще Удар полный Блять Ниже пояса Наверное Это кромешный пиздец Был Однако Ладно Я играл на проекте Аризона Рулеплей Феникс Как бы это ни было Типа странно И вроде того Играю я на нем Уже более двух лет Снимаю кстати Тоже более двух лет Поэтому Заходите на Аризону РП Вводите мой никнейм Данте Коннор Вводите мой промокод Ноутоксик54 Вводите все прочие вещи Там же в описании Кстати есть ссылочка На мой телеграм канал Вы можете туда зайти Со всей этой информацией Ознакомиться И сказать Мол вот Да Не да И все Вот это вот Прочее Там тоже будет Всем спасибо За просмотр данного видеоролика Надеюсь что Новое видео выйдет Завтра в 20.00 В срок И то что я так же Успею написать Сам по обзор Вовремя смонтировать И чтобы у всех Все было Замечательно Хорошо И отлично Всем спасибо За просмотр данного видеоролика Всем до свидания И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok